Привет, ребята! С вами Дженикус. Изначально я хотел записать, так сказать, отдельно текст накидать и так далее на то, чтобы выразить свое мнение по поводу недавно анонсированного мультиверсуса, но потом подумал, какого черта, блин, мультиверсус, неужели он достоин того, чтобы заморачиваться с видео над ним? На самом деле здесь такое мнение будет мое по поводу анонса. Если вам интересно, то послушайте. Суть в чем? Этот самый мультиверсус, утечка которого была ранее, они в итоге анонсировали именно сейчас за ТГА. То есть они просто прекрасно понимают, что они, если Ворнеры анонсируют этот файтинг, с позволения сказать, на The Game Awards, то их там просто все захейтят. Поэтому они решили вот так анонс сделать до The Game Awards. Конечно, по скриншотам еще тогда было понятно, что файтинг, ну, выглядит отстойно, отстойно, прямо скажем. Вот. Но теперь мы увидели трейлер, у нас есть трейлер, и могу сказать, что Джефф Граб на 100% был прав. Файтинг выглядит очень дешево, very cheap. То есть он действительно выглядит, как некая такая мобильная, скорее, игрушка в большей степени. Но, тем не менее, это игра для больших платформ, для Steam, для PlayStation 4, 5, Xbox One и Xbox Series X и S. Вот. Причем, но радует то, что он бесплатный. То есть это условно-бесплатная схема распространения. Видимо, в этом плане они смотрят в сторону Brawlhull, которая тоже распространяется по условно-бесплатной схеме. Соответственно, Warner решили сделать вот такой вот вход конем, так сказать, и для того, чтобы не слишком хейтили их за то, что они хотят денег за игру, которая выглядит не очень гуд. Давайте по трейлеру, что мы отметим. Во-первых, конечно же, сразу понятно становится, что NRS никоим боком здесь не причастна. И слава богу, эту игру создают Player First Games. Кто такие, я не знаю, это не особо и важно, имеется ли у них какой-то там опыт, не опыт создания других игр. Но не столь важно. Суть в том, что они это задумывали еще два года назад, когда Nickelodeon All-Star Bro не было даже в проекте. Ну, то есть, сам по себе, анонс Nickelodeon был совершенно внезапный и только в этом месяце, в этом году точнее, и спустя там месяц-два они уже выпустили готовую игру. Ну, то есть, на рынок. То есть, это очень прям... Естественно, с датами немножко не подрасчитали Nickelodeon. Как мне кажется, опять, я по этому поводу на стриме уже говорил. Здесь же Multiverse, он подрасчитан так, что он выйдет, когда уже как раз Super Smash Bros. Ultimate начнет, ну, уходить потихоньку в небытие. Потому что там уже все, последний персонаж вышел, уже время проходит после него и так далее. Что интересно, отметить этот файтинг Multiverse, он не заявлен для Nintendo Switch. Это единственная платформа из ныне актуальных, на которых он не заявлен. Что вот странно, вот согласитесь. Ну, давайте немножко пройдемся по тому, что мы увидели в трейлере. Во-первых, я так понимаю, что рассчитан этот файтинг все-таки на основной режим 2 на 2. Вот, и даже есть уникальный мувмент там у персонажей, который может помочь их команде и так далее. То есть, одиночный режим и режим а-ля Королевская битва. Все против всех. Понятное дело, что эти режимы, в общем-то, примерно так же, по сути, реализованы, как в Smash Bros. И кастомизация и все такое. Они сделали хороший ход в том плане, что они озвучивают. И озвучивают персонажей те люди, которые занимались, в общем-то, озвучкой. То есть, это знакомые нам, вот, типа, голоса. И это очень здорово, с учетом того, что персонажей Nickelodeon All Star Brawl вообще не говорят. То есть, вся игра вышла без озвучки персонажей. И это очень, ну, как бы, на это очень много фанатов обращали внимание. Что, ну, типа, претензия такая, что, ну, черт возьми, мы играем за персонажей, которые молчат. А хотели бы услышать голоса из мультиков, Nickelodeon и так далее. Здесь это будет. И на самом деле они это, типа, предусмотрели. Вот. Что хорошо. Что хорошо. Дальше. Кроссплей он будет. И это очень, очень здорово. Что будет кроссплей и кросспрогресс. То есть, статистика. Можно там играть на одной платформе, а потом пересесть на другую платформу. И статистика при этом сохранится. Потому что аккаунт, он будет не новый создан, а именно привязан не к одной. Короче, аккаунты не будут привязаны к какой-то одной платформе. Это значит, что кросспрогресс и вот этот вот прогресс, статы, они все это дело не теряются. Если пересесть. Ну, и кроссплей, это, конечно, очень хорошо. На это очень большое внимание обращалось в трейлере. И очень большое внимание обращалось над тем, что они делают лучше нет-код, там, бла-бла-бла. Вот это вот все, да, нет-код крутой и все такое. Но при всей хвалебности того, что они там пытаются сделать лучше нет-код, на который только способны. Они не упомянули, что это будет роллбэк. То есть, вполне возможно, это будет не роллбэк-нет-код. То есть, возможно, они какой-то свой нет-код с выделенными серверами делают, а не роллбэковский. И это несколько сомнительная ситуация, сомнительная история, если честно. То, что вот я был несколько удивлен, что они столько уделили внимания в трейлере нет-коду, там, и тому, что вот, лаги это плохо, и это мешает, там, играть и так далее. Но при этом вообще ни слова не проронили про роллбэк. То есть, я даже пересмотрел тот фрагмент, подумал, блин, может, я упустил этот момент, и, может, он там вскользь сказал про роллбэк. Нет, никакого роллбэка. То есть, это не значит, что его не будет. Возможно, он будет. Может быть, просто он забыл упомянуть об этом. Но, тем не менее, пока что про роллбэк ничего не упоминается. Игра выйдет в следующем 2022 году. И каково вот, ну, мое вот личное отношение к этой игре. Продукт, мягко говоря, выглядит, во-первых, не очень. Вся эта, все это просто полнейшая мультяшность. Она, конечно, подходит замечательно. Ну, в кавычках замечательно. Она просто подходит к таким персонажам, как Стивен Мульти... Стивен... Как, блин... Стивен Юниверс, господи. Стивен Юниверс, да, там, подходит нормально к Багзу Банни, там, к Джейку и Фину. Ну, потому что они вообще из мультиков вышли, как бы, это мультипликационные серии, да. Но уже там Шегги тоже нормально. Но уже когда Ария Старк представляет в виде мультяшного героя или там персонажа DC. Ну, это как-то действительно смотрится уже так слишком по-детски, что ли. Ну, и новый персонаж, который абсолютно оригинальный, это Рейндок. Рейндок. Это человек-северный олень. Ну, я так понимаю, гибрид такой вот. Ну, на что он способен, как он играться будет, для этого не столь важно. Вот. Ну, и плюс ко всему он отметил, что... Разработчик отметил, что они будут поддерживать файтинг регулярными, повторяю, регулярными обновлениями. То есть, будут какие-то, видимо, после выхода игры, DLC-персонажи, новые режимы, новые скины, там, и какие-то там плеер-ивенты. То есть, это для того, чтобы людям был резон заходить, скажем так, в онлайн. Пока что видно, что этот файтинг звезд с неба не хватает совершенно. Все это смотрится даже... Ну, вот поймите меня правильно, я не хочу быть хейтером, казаться хейтером, но когда Nickelodeon показывали трейлер за трейлером, это реально весело смотрелось. Это действительно... Потому что это все и графика, и стилистика, все это подходило. Потому что это все были мультипликационные серии. То есть, для мультиков это прекрасно подходит. Но когда здесь, я опять повторюсь, вот такие персонажи, как Ария Старк, и там, Чудо-женщина, и Бэтмен, то они вот в таком вот, в такой детской мультипликации... То есть, да, в мультиках, может быть, они в DC-комиксах мелькали, но это не была детская мультипликация. Это была обычная мультипликация, ориентированная на подростков. А не для детей. А здесь мы именно стилистику детскую смотрим. И вот это вот все как-то вот несколько странно смотрится, и слишком уж пестрый состав из слишком уж разных вселенных. Вот. В остальном, по части боевой системы, вообще сложно что-то вразумительное здесь сказать, потому что тут вообще ничего не понятно пока что. И вообще непонятно про уровни прокачки, хотя они тут, безусловно, какие-то, какой-то вот уровень прокачки здесь есть. Что-то такое присутствует, да. Но пока что очень-очень сложно что-то сказать. Но играйте совершенно бесплатно там, да, в 2022 году выйдет. Это уже хорошо, что есть хотя бы какая-нибудь дата, ну, расплывчатая, понятно, 22-й год, но хотя бы. И то, что это бесплатная игра, это очень много нивелирует. Вот. Ну и плюс ко всему можно зарегистрироваться на Multiversus.com на открытый, точнее, не на открытый, сори, на закрытый бета-тест, и надеяться, что там вас пригласят на бета-тест. Но при этом я лично не смог зарегистрироваться, потому что выбирая Россию, наш регион недоступен. То есть там доступны, видимо, потому что Россия, она такая большая, и непонятно к чему относить, к Азии или к Европе. Но, тем не менее, вот именно как за Россию, если выбрать там Россию, регион, то там не будет для нашего региона бета-теста. Там для Америки, Европы, Азии, там Япония, Китай, там и все такое, но не для России. Поэтому я лично не смог, ну, не стал уже регистрироваться, так посмотрел. Вот. Бета-тестинг было бы интересно пощупать. Вот. Скорее всего, это будет такая боевая система простенькая, скажем так, да, фановая. Но суть в том, что вот в этой вот боевой системе уже об эту боевую систему споткнулись, споткнулись Nickelodeon, All Star Brawl, и пока что, ну, до конца все не починили. Что же касается здесь, то, возможно, они тоже споткнутся, потому что, судя по всему, не было даже мыслей о том, что от разработчика, вот когда он говорил о том, что они там как-то ориентируют все это на competition сцену. То есть, до того даже пока что в мыслях нету. Они боятся пока что вот наступать на те грабли, на которые наступил Nickelodeon, когда изначально они анонсировали и сказали четко и ясно, мы ориентируемся на competition сцену. И вот эти грабли против них и сработали в итоге. Пока что, пока что, этот разработчик, он говорит о том, что, ну, очень аккуратен в своих словах. В этом плане громких прям заявлений не делает. исключительно, как бы, говорит о том, об описании самой игры, а не то, на что она нацелена в будущем. Так что ждем выхода игры и радуемся, что НРС к этому, к этой игре, к этому платформер-файтингу никакого отношения не имеет. А значит, они делают другой какой-нибудь проект, какой-то проект, который, скорее всего, мы увидим на The Game of Arts. А что касается мультиверсуса, ну, если честно, не столь любопытный. Это, скорее, такой проект, который, а, они что-то делают, да, да, да. Ну, пощупаем, потому что бесплатные, не надо покупать. Ну, и все, как бы. То есть, пока что это выглядит именно так. Посмотрим, может быть, будущие трейлеры как-то разубедят в этом и покажут нам, что это нечто крутое, это нечто что-то такое глубокое, крутое, потому что по боевой системе ничего не понятно. Может быть, они там втащат такую боевую систему, что сам Smash Bros. Милли позавидует. Но я в этом не уверен, правда, но кто их знает, кого они там привлекут. Поэтому, ребята, это было мое такое вот затянутое мнение по анонсированному сегодня файтингу мультиверсус от разработчиков Player First Games, ну, соответственно, который действует под лицензией Warner Bros. и локализатором, локализацией которого занимается как раз-таки Warner Bros. Games. Все, ребята, удачи вам и спасибо за внимание.